Всем привет! Меня зовут Ольга. Вы на канале 100 орхидей и египетская сила. Я думала, закончился наш дачный сезон и вряд ли мы больше приедем сюда на 8 соток, в Тульскую область. Но так получилось, что пришлось. Возможно, сегодня нам с Пашей огород наш, договорились с трактористом. Очень надеемся, потому что переносят нам все время, переносят и никак не получается. Погода резко испортилась. В предыдущем видео я показывала, мы с семьей отдыхали. Было солнышко, тепло, прям по-настоящему летний день. Я думала, еще недельку или две постоит погода примерно такая же теплая, но пришли резко заморозки даже. Ночью минус один. Мои бедные кабачки, которые здесь подросли. Посмотрите, они померзли. Вот все листья вот такие водянистые. Это кабачок круглый. Но я все равно сорву, посмотрим, что там. И тыква одна осталась. Вон она. Так что все сорву, сегодня буду убирать. Очень надеялась, что будет тепло еще, но оказалось вот холодно. А я не успела разобраться с клубникой. Я не успела пересадить голубику. Хотя все купила для нее ингредиенты. Она любит кислый грунт. Выкопать ей нужно отдельно яму, обложить ее нетканым материалом. Все уже куплено, вот нужно это все делать. К сожалению, похолодало. Мне сейчас придется принимать решение, дергать это все, пересаживать или нет. Пока в ожидании я тракториста. Я не исключаю, что он и не приедет сегодня. В любом случае, день пройдет у меня тогда не зря. Даже если не перепашут опять нам вот этот кусочек. Все равно мои хотя бы будут клубнички посажены. Уберу сейчас тыквы все эти, кабачки. Ой, кабачок кавили бедный. Посмотрите, вырос и весь перемерз. Как жалко. Вот что значит, здесь не живем. Бедный кабачок. Да, жалко, конечно. Вот. Ну что же, ладно, буду заниматься. Сейчас чайку попью. Посмотрите, березки уже совсем почти голые стоят. Ну, хорошо хотя бы солнышко, потому что перед этим были проливные дожди. И у нас на юге Московской области, и, наверное, думаю, здесь, судя по прогнозам. Как всегда, чай у нас на плитке. Вот. Купила по дороге облепиховый, он уже остыл. Хочу сейчас кипяточком разбавить и попью. Я только-только после болезни еще не совсем оправилась. Поэтому нужно как-то сейчас горяченького попить. Вот так, кстати, выглядит эрга. Конечно, здесь листочков не осталось. Но мне кажется, вот почки я вижу живые. Сейчас вот с этой стороны давайте покажу. Вот, смотрите, вот все почки. Как будто она даже хочет опять распустить их. Ну, я надеюсь, что это очень сильное такое растение. Вот, и все будет хорошо. Продолжение следует... Ну, что же, все. Приехал к нам тракторист. Так, с Богом. Показала фронт работ. Я впервые вижу, как крупная техника заезжает. Тут у меня вот клубничка. Земляника, прости. Вот так вот сейчас пошло все. Так, да, смородину лучше выкопать сейчас. И слишком близко трактор подъехал к забору. Ну, это я так попросила. Это мое упущение. Я не догадалась. Там будет проходить дорожка. И совершенно не нужно было перепахивать в этом месте. Около этого забора все хорошо. Так и планировалось как можно ближе перепахать. А с другой стороны, вот куда он сейчас подъезжает, вот здесь будет проходить, вот от меня и туда вдаль, дорожка между коробами, кустами смородины и основными грядками. И не нужно было так близко пахать. Да, да, да. Слушайте, земляка, что такой чернючий, чернючий. И просто. Я первый раз вижу крота. А вон он. Ой. Вон он, вон он уполз. Вон туда. Все, сейчас под колесами. Все. Все, его сейчас задавят. Все, он уже там. Большой, вот такой. Я думала, у нас нет кротов. Все у нас есть. Я думала, у нас нет змеи и ужей. Но оказалось, уже есть. И да немало достаточно. В прошлом видео я вам покажу. Так же и с кротами. Несмотря на то, что по весне я не видела ни одной норки, дырки на участке. Но кроты, как оказалось, у нас все-таки есть. Хотя мне казалось, близость железной дороги, вот эти вибрации сильные, они отпугивали кротов. О, слушайте, картошку нашла, смотрите. Это картошечка. Последняя сейчас будет. Да, еще, еще. Интересно, поедет еще. Да, поехал. Ух, рисковый. Ох, рисковый. Представляете, как? Ой, вон они прям яблони рядышком-рядышком. Ну, мастер, конечно, своего дела, однозначно. Так. Ой. О, отлично. Ой, надо тележку. Класс. Ура. Жалко, конечно, вот тут я никак. А, вот тут уголочек, видите, тоже так. Ага. Ну, вот и все, а. Так, надеюсь, штуку-то мне на ворота поставят. Сейчас. И, наконец, я вижу картинку, которая до этого была только в моей голове. Как люблю, когда проекты воплощаются. И вам того же желаю. Ну, успешно смородины пришлось и выкопать. Но я и собиралась их все равно сюда пересаживать. И так, у меня будет здесь короб с земляникой метр на метр. Потом проходик полметра. Смородина. Ну, я на нее рассчитываю метр как бы. Еще полметра проход. Чтобы симметрично у меня были вот здесь грядки также шириной метр. И проход между ними полметра. Так, вон наш трактор. Вот еще кому-то он ездил там. Вот. И следующий куст, вон тот поменьше, смородинки, получается, будет тоже через короб. А голубику вот ту придется мне пересадить вон туда и хотела. Но сегодня уже не успею точно. Поехал наш тракторист еще кому-то. Сегодня все, и СНТ Оля наша, видать, его, это, заказала. Заказник. Все, поехал туда, на следующую улицу. Ну, я очень довольна. Да. А фрезеровать сказал, кстати, нужно будет весной. Сейчас нельзя. А другие трактористы вот нам и заламывали дороже, и говорили, ну, мы приедем вам и... Вспашем и фрезеруем. Так, по-моему, называется это действие. Когда вот измельчить уже. А он сказал, нет, нет, на следующий год весной. Сейчас, говорит, это бесполезно. Это все подсохнет, а уже вот весной он будет это делать все вот так вот. Ну, ладно. Так что не получится мне поставить грядки и парник. Хотя я собиралась. Не хотелось, честно говоря, чтобы ранней весной сразу уже прям прийти, накрыть парник. Земля бы там подогрелась. Допустим, в апреле я бы накрыла, и на майские уже сажала бы помидоры в них, томаты и перцы. Но не получится. Ну, ладно, ничего страшного. Я и так довольна. Не знаю как. И то, что нам вон там теперь разровняли. А канавку я решила оставить. Там сейчас такая хорошая, кстати, я покажу. Будет слив воды. Вот, видите, такая канавка осталась. Вот, и мне не надо будет копать. Близко к забору тоже не надо бы, чтобы забор потом в итоге не заваливался. Все-таки здесь глубоко достаточно надо было копать, потому что воды будет много по весне. А здесь получается такая вот прям, ну, относительно, ну, ровная, да. Смотрите, параллельно забора. Вот такая канавочка. Вот здесь ее и оставлю. Потом, конечно, надо будет как-нибудь попросить вот так вот туда ее вывести. Ну, кого просить? Самим делать. Никого не попросишь. Если бы мне этот туалет, вот он бы не стоял, он бы сделал. Можно было все бы тут это сделать до конца, вот этот угол. Ну, ладно. И так хорошо. И вот здесь тоже осталось из-за клубники. Но я не жалею. Клубника хорошая. Так, ладно, залялякалась, пошла я пересаживать. Как тяжело без мужа таскать в семье все эти мешки. Вот в такой же корзине мы перемешивали грунт с компостом. То есть грунт из грядки и компост. А в этот раз я взяла еще вот такой плодородный чернозем. Пока Оля на машине была, соседка. Вот для смородины сейчас буду перемешивать. Так, ну вот такой. Вот такой. Так, вот такой. Ну-ка, вот сравнить с этим. Ну, знаете, они вообще, по-моему, одинаковые. Ну, вот этот чуть потяжелее. Вот этот потяжелее, понасыщеннее, пожарнее. Этот легкий-легкий. Вот так они по цвету одинаковые. Так, ну вот, насыпала где-то одну треть вот этой корзины компоста с плодородной землей. Все. И теперь вот такой еще грунт. Смотрите, какая разница, да? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ты же тоже что-то покупала на организме. Да, для томатов. Оля, как? Сильно не заклупляй. На нашем улице сегодня тоже праздник. И погодку нам. Да. Увидал хорошую. Да, да, да. Слава Богу. Хоть и был знаком. Па-па-ра-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Вот так, Оль, не заглублено глянешь своим взглядом? Вроде ничего. не хорошо но несколько чесночин суть между земляникой интересно фертику осень надо сейчас сюда или не надо фертика осень сейчас можно даже пойду найду ну как красотень вот один кустик готов посадили пойдем следующий сажать будет короб можно в принципе уже покупать спивать короб покрасить но и пока не буду наверное весной уже одни разом закажем эту доски привозить к нам тоже не дешево удовольствие 700 рублей доставка все теперь пойду отмерю здесь вот будет земляника потом пересажу просто отмерю расстояние все пойду искать и расстояние для второго куста он такой уже поменьше костик это какая у нас лентяй а та значит фея ой волшебница ну всего а вот это к сожалению придется туда выкапывать вот эту голубику ну да где то вот здесь вот два куста вот тут и вот тут получается голубейки и все и больше никаких посадок не хочу не единственно останется малину туда вот кустик подсадить еще давайте кстати покажу и да и для себя просто зафиксировать вот здесь у меня малина который мне соседка дала она без названия не знаю вот сюда посажу еще новость кузьмина и какую-нибудь желтенькую вот мне хватит три куста они потом я думаю быстро разрастутся просто поесть нам хватит а вот это у нас получается это киова это такой спорный сорт большие большие крупные должны быть ягоды прям размером с яйцо говорят я видела кто-то говорит кислющий как лайм а у кого-то она сладкая я в любом случае не расстроюсь даже если как лайм буду из нее варить варенье и будет вкусно так а вот это получается ежемалина я надеюсь это хотя написано был ежевика тайбери вот со скидкой сколько она стоила 328 30 процентов нее в дарвине была скидочка так вот это получается вот здесь будет у меня надо было конечно вот сюда к малине тогда было бы понятно малина ежемалина и дальше ежевика ну ничего мне вот так получилось это мне дала соседка оля не знаю название и вот это ремонтантная ежевика был вот такой большой куст это ежевика рубен вот она тоже была по скидке там стоит цена но она не соответствует 30 процентов скидка жалко что мороза а так бы она бы еще пока плодоносила ну вот так вот у меня с ежевикой 4 кустика у нас то ли это дерево какое-то вообще мне напоминает орешник не знаю что это пусть пока растет выкопать успеем что-то из леса ну вот и все и вот эти вот мои небольшие саженцы вот они их скорее всего выкопаю это которые по весне сажала вишня быстренько и яблони спартан потому что я хочу оставить свои вот эти основные здесь большие а те маленькие потом возможно вон туда по пойдут куда-нибудь тут забор ну так вот у нас все растет все прекрасно вот молодец хорошо он про практически ровно здесь систем на следующий год хочу купить триммер аккумуляторный он легкий видела его на выставке цветы экспо чтобы вот здесь косить самой мужа не напрягать и не таскать сюда вот эти провода вот окашивать все равно много хоть и смотришь здесь на вид вроде бы да что давайте вот с этого ракурса я сейчас сниму солнышко как раз освещают и хорошо видно впервые будет всю зону огорода у нас он здесь можно будет кстати гамак потом поставить между яблоньками когда они вырастут здесь будет огород там картошка будет у нас всегда я не знаю можно на одном месте нельзя у меня бабушка сажала всю жизнь вас картошка всегда росла на одном и том же месте здесь будет теплица будет прямо тут вот пойдет трехметровая ширина и 6 метров длину ну и все грядки наверное тоже буду делать 6 метровыми хотя у меня теплички каркасы все куплены 5 метровые но грядки будет 6 ничего страшного как-то потом там укрывной натяну туда а вот здесь будут кусты перебежаться вот с такими коробами как я уже сказала в которых я буду растить клубнику землянику и периодически тыкву кабачки то есть буду менять ну вот так будет выглядеть мой огород всего там зона отдыха теперь мне остается колодец колодец в ноябре в декабре выкопать часть работы уже сделано очень хочется перекусить как всегда спасает лапша быстрого приготовления так что пойду себе сварю супчик хорошо что купили землю вот эту чернику я думаю что она мне будет лучше уже развиваться оля не надо обрезать смородину ничего еще не надо точно пойду фертику найду она у меня где-то там была ну вот и под вторую смородинку выкопала яму здесь наверно сантиметров 50 точно мы 60 поскольку здесь вода стояла по весне я помню решил сделать дренаж потому что докопала до глины так и видно оранжевая вот на все немножко попросил от щебенки над каш свое уже купить так и вот плодородная то есть надо быть спокойно что я сделала смородина называется лентяй так что если она не будет плодоносить реально она просто лентяй к вот присадила сейчас полью вокруг вода вода конечно просто ледяная но извините ничего не могу поделать все вода стоит сейчас я сюда положу еще чертик осень и осталось прям совсем чуть-чуть это удобрение покупала еще прошлой осени ну когда впрочем эти кусты сажала их только на ту сторону забора вот удобрение успела тут скомковаться пакет был открытой я уже не помню там какие идут пропорции все удобрено сделала все что могла сейчас засыплю ну вот и все посажены смородины вот отсюда смотрю так вроде бы ровно он 1 2 так что теперь теперь у меня получается клубника земляника вот она вот растет вот здесь все таки она прямо на дорожке что вот здесь уже будут грядки начинаться тут тропинка решил побольше здесь дорожку сделать точнее пошире но вот это точно нужно будет присаживать вот на эти квадраты которые я выделила но не сегодня они все-таки там не задеты а вот здесь несколько кустиков я выкопала сейчас они были вот в этой земле в переваленной нашла их мне задели и получается вот их нужно сейчас посадить то что мне их очень очень жалко и какая-то гадость смотреть растет с этой земляничкой вот как раз между смородинами вот тут вот им бы сейчас вот в короб посадить у меня нет ни сил ни времени копать не знаю что делать то ли просто ямку выкопать туда сейчас плодородные земельки и воткнуть но она так и сделала да пойду потому что осталось нас 20 минут пять костиков вот я прикопала хорошо была земля плодородная так что вот и это грядочка постепенно обретает свой вид и все потихонечку вид обретает жилой обработанный точнее наш участок вот такая красота просто красота мне пора уезжать видео подходит концу я очень рада что провела этот чудесный хоть и холодный но солнечный день с пользой для себя и для моего участка главная задача выполнена мы прикопали наш огород вам хочу пожелать мира счастья добра и улыбок до встречи на моем канале